Всем добрый день. Мы еще собираемся. Давайте отметим, насколько меня хорошо видно и слышно со звуком. Все ли хорошо? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Традиции менять не будем. Отлично. Давайте, пока мы собираемся, мы с вами проговорим вот что. Кто из вас уже успел посмотреть первые два вебинара, которые касались у нас с вами первой части финансовых инструментов, соответственно, и личного финансового планирования? Кто успел посмотреть оба, напишите оба. Кто посмотрел только один, тоже напишите, какой. И, пожалуйста, спасибо большое. Передаем пламенный привет. Прекрасно. Кто посмотрел оба, пишите, так и есть. Если только один, то напишите, какой. И кто не смотрел ни одного вебинара из прошлых, тоже отметьте как-то себя в чате, чтобы я понимала, насколько у нас подготовленная аудитория. Если были оба, то это очень хорошо. Так, ни одного впервые кто-то, да, у нас есть. У нас сегодня с вами вторая часть блока, связанного с инвестированием. В первой части мы с вами посвятили, на самом деле, полтора часа. Это было достаточно большое время. И мы говорили о том, какие три шага начинающего инвестора должны быть самыми первыми. То есть это не на самом деле. Первым шагом не является выбор акций в портфеле, сразу задуматься о том, какие бумаги себе купить. А первым шагом мы с вами начинали с финансовых целей. На втором вебинаре мы говорили подробно об этих целях, как правильно ставить, чтобы достигать, собственно говоря, свои цели. И, в общем-то, говорили о том, чем отличаются мечты от целей и какие есть три признаки у каждой цели. Поэтому, и кто не смотрел, еще раз возвращаюсь, пожалуйста, посмотрите, потому что там есть очень важные моменты. Буквально в двух словах напомню все-таки первую часть инвестирования. Какой вывод основной, который мы должны были сделать с вами с вебинара. Там приводилась вся статистика, говорящая о том, что спекулировать невыгодно. Вам выгодно быть пассивным инвестором, ленивым. То есть чем более ленивый инвестор вы, тем лучше. И соответствующая статистика с ИВА, а также исследования 1986 года я приводила. Неважно, в какой момент вы выходите на рынок, неважно, соответственно, какие бумаги вы покупаете, важно распределение бумаг в портфеле. То есть важна диверсификация. И более того, эта диверсификация, согласно исследованию 1986 года, я напомню вам, составляет ее, вернее, взвес в общей доходности портфеля 94%. Всего лишь 2% у того, когда вы вышли на рынок, и 4% приходится на то, какие акции вы выбрали там или облигации в свой портфеле. Поэтому очень важный момент связанный с диверсификацией. Вот там мы все это изучали. Также мы говорили на том вебинаре об инвестиционном индивидуальном счете. Говорили о том, как его открыть. Чем отличается ИС типа А от ИС типа Б. Все это проходили. Поэтому, пожалуйста, кто не был, то, пожалуйста, пересмотрите. Ссылки есть на YouTube, я так понимаю, но организаторы, видимо, подскажут, каким ссылкам можно посмотреть. А мы сегодня не уделять не будем этому вниманию. У нас совершенно другие темы. Я еще раз представлюсь. Меня зовут Толкачева Светлана. Я являюсь топ-менеджером группы ВТБ. Работаю здесь больше 12 лет. Уже почти 13 лет будет скоро. Ну и последние 5 лет занимаюсь финансовой грамотностью. И в том числе продвигаю ее в массовый сегмент. Итак, давайте посмотрим, что у нас сегодня будет. Мы сегодня с вами поговорим о конкретике. То есть сегодня у нас будет, по сути, с вами третий шаг. Первый шаг – постановка целей. Второе – понимание макроэкономики. Третий – выбор конкретных активов в свой портфель. Какие классы активов существуют? Мы сегодня будем разбирать. Долевые, долговые, недвижимость, товарные активы. Здесь мы про золото поговорим и деньги. Биржевые фонды – это вообще очень интересные инструменты, которые позволяют вам как раз не думать о том, какую конкретную акцию и облигацию купить, а как вложиться в сам биржевой фонд и именно за счет диверсификации иметь стабильную доходность. Это критично. В следующей, третьей части мы с вами поговорим о том, каким образом оптимизировать налоги инвестору. Вообще, какие налоги он платит и как их оптимизировать с помощью налоговых вычетов и вложений в правильные биржевые фонды. Дело в том, что некоторые биржевые фонды, например, если вы вкладываетесь в американские акции, позволяют вам оптимизировать налог на дивиденды. И вот как это делать, мы будем разбирать в следующий раз. Понимаете, все понемножечку, да, соответственно. Сейчас у нас с вами вторая часть. Мы говорим о конкретных активах и о том, как работает биржевой фонд, чем отличаются российские биржевые фонды от ETF, так называемых, Exchange Credit Fund, и в чем там будет такая, скажем так, несущественная, но разница все-таки есть. Итак, долевые активы – это у нас с вами акции. Напишите мне, пожалуйста, у кого есть в портфеле акции, да, у кого есть акции в портфеле. А еще пометьте, у вас только акции в портфеле или есть и другие бумаги, тоже было бы неплохо. Давайте как раз устроим небольшой опрос. У кого есть акции в портфеле, и если есть, например, только акции, тоже об этом напишите. Акции – это вообще у нас эмиссионная ценная бумага, представляющая ее владельцу право на участие в управлении акционерным обществом, и право на участие прибыли, на получение прибыли в виде дивидендов. То есть это право на участие. Когда мы покупаем, в принципе, акцию, в идеале мы должны понимать, что за бизнес, мы должны в нем разбираться и, соответственно, тогда только инвестировать. Это идеальный вариант. Какие способы заработка у нас с вами есть? Два вида опять. Дивиденды и доход от разницы между ценой покупки и продажи. Очень часто возникают такие ключевые вопросы в отношении акций. Сколько акций должно быть в портфеле? Мы с вами немного затрагивали эту тему в прошлый раз, что у вас должен быть всегда сбалансированный портфель. Но вот здесь я бы ориентировалась на правило так называемого Бенджамина Грэма разумного инвестора, что доля в портфеле не должна быть более 75%, даже если у вас до вашей финансовой цели 20-30 лет. Все равно эта доля не должна быть больше 75%. Вы должны балансировать свой портфель более консервативными инструментами, такими как облигации. И вообще, когда мы начинаем инвестировать, мы начинаем именно с облигаций, а не с акций. Очень часто новички как раз-таки, они начинают только с акций, и это большая ошибка. Более того, когда мы говорим о приобретении акций в портфеле, то, конечно же, мы должны посмотреть, какие у нас финансовые цели. Если на нашей финансовой цели один год, мы говорили с вами в прошлый раз об этом, ну, например, вы копите на автомобиле, вы хотите через 10 месяцев купить себе машину. Ну, в этой ситуации нет смысла вкладываться в акции, потому что они могут просесть и не отрасти. И это достаточно рискованный инструмент. Поэтому в акции мы начинаем вкладываться, если до вашей цели более трех лет. То есть если до вашей финансовой цели более трех лет, то можно уже постепенно вкладываться в акции. Конечно, не сразу на все там 75%, а все-таки в зависимости от срока. Одно дело 5 лет, а другое дело 10 или 20. Еще один вопрос, который тоже задается, это какие акции купить, обыкновенные или привилегированные? Ну, на вопрос вообще, какие акции покупать, мы с вами очень хорошо ответим во второй части. Я могу вам сказать, что не надо выбирать никакие акции, надо в первую очередь вкладываться в биржевые фонды, которые позволяют вам сделать широкую диверсификацию. Либо, соответственно, вы можете самостоятельно эту широкую диверсификацию делать, но это достаточно затратно, потому что нужно много денег тогда в этой ситуации. Ну, представьте себе, что вы захотите повторить индекс S&P 500. Ну, это невозможно, вам просто денег не хватит на это, понимаете? А когда вы используете такие инструменты, как биржевые инвестиционные фонды, вы за минимальные денежные средства получаете возможность инвестировать в индекс S&P 500. Итак, поэтому это важный момент. Но все-таки, если вопрос возникает, и разница между обыкновенными и привилегированными не очень понятна, давайте мы по ней пройдемся. Значит, первый момент важный – это все-таки стабильность выплаты дивидендов компании. Компания оценивается на отрезке 10-15 лет. Если вы думаете о том, какие конкретные акции выбрать, то помимо того, что вы смотрите вообще саму деятельность компании, оцениваете ее финансовые показатели, в том числе посмотрите, пожалуйста, на то, какие она дивиденды выплачивает. Потому что есть компании, которые прекрасно развиваются, но дивиденды не платят. Если вы хотите именно дивидендов аристократа такого условного, то, пожалуйста, выбирайте, смотрите дивиденды на отрезке 10-15 лет в прошлом. Причем на стабильность этих дивидендов. Не то, что они там, не знаю, в прошлом году были большие, а до этого не было. Нет, именно на стабильность. Также помните, что владение акциями у нас фиксируется на дату закрытия реестр акционеров для выплаты дивидендов. Потом, после, кстати, выплаты дивидендов, всегда бывает такой определенный дивидендный гэп, то есть когда дивиденды выплачиваются, эти акции могут немного падать в цене. Это вас не должно пугать. Мы с вами уже говорили, что вот основа макроэкономики, это второй шаг начинающего инвестора, позволяет вам понимать, как действует рынок, и тем самым у вас не будет такого удивления и паники. Вы тогда не будете паниковать, не будете думать, что надо же срочно что-то продать. Вот это важный момент. То есть второй шаг с точки зрения основ макроэкономики, он снимает вот эти панические настроения, которые в большинстве своем свойственны начинающим инвесторам. Итак, что касательно выбора между обыкновенными и привилегированными, то здесь нужно понимать, что по обыкновенным акциям дивиденды могут быть вообще невыплачены. Ну, год, например, был плохой. И по обязанности у компании заплатить такие дивиденды нет. Она может заплатить, а может не заплатить. И тогда вы можете рассчитывать только на доход между ценой покупки и продажи, если таковой случился. Если его не случилось, значит, ни на что не можете рассчитывать пока что. Привилегированные акции по ним, да, по ним очень часто зачастую в уставе прописаны условия выплаты такого рода дивидендов. И поэтому в большинстве случаев 99,9 такие дивиденды выплачиваются. Но, конечно, гарантировать, что вот вам никогда не будет такого случая, что привилегированным акциям дивиденды могут быть невыплачены, я не могу. Теоретически такое возможно. Что в этот момент происходит? Вот эти привилегированные акции, они становятся автоматически обыкновенными. То есть они получают право голоса, потому что обыкновенные акции имеют право голоса, а привилегированные их не имеют. В этом между ними разница. Поэтому, да, на практике привилегированные акции практически всегда выплачивают дивиденды. Вопрос размера определен обычно уставом. Но никто не может гарантировать, что возможны случаи, когда они могут быть невыплачены. Также помните, что прибыль у вас возникает, вот очень часто мне задают такой вопрос, вот как мне понять, какая у меня доходность? Ну, вот в моменте там, соответственно, если у меня на счете там стоит плюс 20%. Ну, как бы, на самом деле, первое, на счете у вас не учитываются налоги, не учитываются комиссии брокеров, что очень важный момент, да, скорее всего, в вашем приложении вы их не видите просто-напросто. А это надо учитывать. Ну, и плюс еще, к тому же, доходность фиксируется на дату продажи. То есть когда мы уже фиксируем выход, тогда мы говорим о доходности. Да, конечно, мы можем в целом примерно ее понимать себе на данный момент, то есть такую виртуальную доходность. Но реального дохода нет, то есть реальный доход и, соответственно, налог с него вы должны платить только когда акция или облигация продается, да. Никто не платит налоги просто от того, что у вас акция растет. Такие вопросы, как ни странно, безумно популярны, очень часто мне их задают, поэтому я на всякий случай это комментирую. Я, может быть, думаю, что кто-то из вас, большинство, наверное, может быть, и знает, но в любом случае проговариваю это еще раз. Итак, как инвестировать в акции? Есть два способа. Напрямую покупать акции. Я уже говорила, что здесь необходимо делать фундаментальный анализ, разбираться в деятельности компании, посмотреть, что происходит, оценить дивиденды за 10-15 лет и только после этого вкладываться. Или, например, через специальные финансовые инструменты, инвестиционные фонды BPFET, которые мы будем разбирать во второй части. Это как раз те самые фонды, которые позволяют сделать широкую диверсификацию. Еще раз давайте резюмируем по акциям. Мы используем акции только для долгосрочного портфеля, и, соответственно, у нас должна быть широкая диверсификация не менее 10 позиций в портфеле. Это идеальный вариант. Более того, я напомню, что под каждую финансовую цель у вас должен быть свой собственный портфель. Например, у вас есть какой-то портфель под цель финансовую до 3 лет, а есть, например, портфель пенсии имени себя, на который вы выйдете через 20-30 лет. И это разные портфели. Обычно брокеры позволяют создавать субсчета, и вы можете несколько субсчетов создать, да, и, соответственно, на них инвестировать. Я так делаю, и это очень удобно. Ну, по крайней мере, для меня. Поделитесь своим опытом, как вы разбиваете по финансовым цели портфели или нет, да, то есть действительно ли такой опцией пользуетесь, и как вы это делаете. Поделитесь, кто уже имеет такой опыт. Я работаю с приложением ВТБ Инвестиции, у них субсчета возможны, поэтому я разбиваю свои финансовые цели на субсчета. Итак, переходим дальше. Долговые активы. Кстати, вы можете писать свои вопросы прямо сразу по ходу, если они есть, и я буду на них отвечать. Так что это тоже возможно. Счета у разных брокеров. Да, тоже возможно, счета у разных брокеров, как вариант. Но все-таки удобнее, наверное, держать несколько, если вдруг вы держите несколько счетов, то проще между ними денежные средства перегонять. Конечно, лучше в идеале это делать у одного брокера. Но я согласна, что страховка идеальна, если у вас есть несколько брокеров, это прям супер. Ну, как минимум два. Итак, долговые активы. Облигация. В отличие от акции, облигация – это долговая ценная бумага. То есть это инвестиция в долг, а не инвестиция в бизнес. Когда мы говорим об облигации, в чем ее прелесть? То есть в акции мы не знаем, какой доход мы получим. Вот так вот, грубо говоря. Мы не знаем. Мы вложились в акции. Будут там дивиденды, не будут дивиденды. Если упадет там эта бумага, соответственно, и не отрастет, как, например, Газпром там упал, по-моему, за 2007 или 2008 года, так и не отродится. То есть до того уровня, на котором он был. И, соответственно, вот здесь больше рисков. А представьте, уже 13 лет. А в облигации все понятно. У вас есть конкретный срок, да, в течение которого вам будут возвращены денежные средства. У вас есть конкретная ставка купона или дисконта. То есть вы прекрасно понимаете, какая доходность будет по облигации. Ну, если только вы не вкладываетесь в облигации с плавающим купоном. Тогда здесь, конечно, есть посложнее ситуация. Но в любом случае, вы помните, да, что у нас ситуация такова, что облигация в этом плане более консервативна и, конечно же, более удобна с точки зрения планирования доходности, потому что она более понятна. Да, когда кто-то спрашивает, ну, а сколько вот я заработаю в итоге, по итогам года, если у меня там портфель определенный. Ну, кто же теперь знает, да, потому что в вашем портфеле наверняка есть акции, и мы никогда не знаем, сколько получится по ним доходность. По облигациям это можно более или менее спрогнозировать. Но тоже мы помним, что облигации, если мы выбираем слишком длинные облигации, то они будут очень волатильны. Поэтому постарайтесь выбирать облигацию себе все-таки по сроку погашения. То есть если у вас до вашей финансовой цели 3 года, то нужно и облигацию подбирать себе трехлетнюю. Если до финансовой цели 5 лет, то мы облигацию подбираем себе пятилетнюю. А если мы берем себе пятнадцатилетнюю облигацию, то ее будет колбасить немножечко. Соответственно, у вас, когда вам нужно будет до цели уже, для цели денежные средства изымать, например, со счета, для ее реализации, например, вы задумали купить квартиру, да, соответственно. Вот вам нужно уже изымать цели для финансовой, изымать деньги для финансовой цели, а у вас там волатильность на рынке, понимаешь ли. И, конечно, будет не такая большая, как по акции, но она все равно будет. Это означает, что вы все равно просядете и потеряете какие-то деньги. А ваша задача ведь не потерять, а заработать. И более того, в консервативных инструментах такие потери, они вдвойне более такие обидные, я бы сказала, чем даже в акциях, потому что здесь, конечно, очень хотелось бы более стабильного какого-то дохода. Итак, как мы с вами выбираем эмитентов? Мы выбираем эмитентов по категориям надежности, конечно, в первую очередь. У нас есть три варианта. Государственные, да, ОФЗ, это займы государства в лице Минфина. Муниципальные облигации. У нас есть сами корпоративные облигации, заимкомпании. Ну, одно дело вы даете, одно дело вы покупаете облигацию, например, надежной компании, да, какой-то, например, BB+, вот, а другое дело вы, например, берете какие-то мусорные облигации строительных компаний. Это другой вопрос. Поэтому очень важно смотреть на рейтинг именно надежности. Я вам привожу два источника, райэксперт и Русбонс. Пожалуйста, выбирайте облигации самой высшей степени надежности. Конечно, по ним ставки будут ниже. Но когда мы говорим об инвестировании в консервативные инструменты, я бы все-таки не рисковала бы здесь и максимально консервативные выбирала имитенты вот для того, чтобы получить все-таки возврат своего займа. А то иначе в погоне за доходностью можно, как говорится, не только процентов не получить, но и займ не вернуть. Кстати, очень часто раньше на рынке, особенно банки, выпускали такие субординированные облигации. Вот ни в коем случае такие облигации покупать не нужно. То есть облигации должны быть несубординированными, неконвертируемые. Что это значит? Это значит, что если, например, у вас такие облигации есть, может быть, по ним и будут платить вам более высокую ставку. Но какой риск есть? Например, ранее у банков при отзыве лицензии такие облигации автоматически конвертировались в акции. И получается, что вы получали вместо фиксированного долга с четко очерченной доходностью абсолютно непонятную инвестицию с неясной доходностью и с неясным выходом, да, потому что в облигации выход понятен. В акции никто не знает, что будет с ней. Поэтому здесь вот обращайте внимание на рейтинг, в первую очередь. И, конечно, наличие субординации и конвертации в условиях. Все условия всегда можно посмотреть на сайте. Еще раз вот я вам привожу в пример. Это как раз два сайта, которыми вы можете пользоваться. Кстати, напишите мне, кто пользовался этим сайтом и какие у вас остались впечатления, что понравилось, что нет. Может быть, какие-то еще сайты вы используете. Тоже поделитесь, пожалуйста, на эту тему. Так, а мы с вами двигаемся дальше. По облигациям. Еще один момент очень важный. Помимо срока погашения, о котором мы говорили, у нас с вами есть такое понятие, как наличие оферки или пол-опциона, о которых мы с вами... Ну, то есть, которые возможны. Итак, когда у нас... Что такое оферта? На дату оферты имитент обязан выкупить облигацию, если вы захотите, да, соответственно, ее ему продать. Если вы не захотите, то он выкупать ее не будет. И вот это очень важный нюанс. То есть, если облигация с оферты, это еще пол-беды, что называется. Но если у облигации есть пол-опцион, это значит, что имитент уже имеет право выкупить вашу облигацию, а вы обязаны будете продать ее в назначенную дату. Это означает, что, например, вы планировали одну доходность, а получили совершенно другую доходность, и для вас это будет минус. То есть, в вашем портфеле, например, когда вы планируете какой-то, да, определенный доход получить, у вас это будет, соответственно, неучтенные такие вот потери. Поэтому заранее смотрите, что это за облигация. Есть ли по ней оферта, есть ли по ней пол-опцион. И желательно вообще выбирать облигации без их наличия. Кстати, их достаточно много. Я думаю, что вы в любом случае не ошибетесь. Ну, и по виду купона, как я уже говорила, мы выбираем только фиктированный купон. То есть я не рекомендую вам перемены, потому что это более для продвинутых инвесторов, для начинающих все-таки плавающий купон. Это большая проблема с планированием, да, и с пониманием того, в итоге, какую вы доходность получите. Как инвестировать в облигации? Все то же самое, как и в акции. Либо напрямую. Это покупка облигаций, долгов от компаний определенных. Опять-таки то же самое. Фундаментальный анализ. Никто не отменял при выборе облигаций. Даже несмотря на то, что инструмент консервативный. Тоже нужно его делать, смотреть на надежность. Да, может быть, здесь вам будет попроще с точки зрения вот этой вот экспертной поддержки, но все же с облигациями тоже есть свои нюансы. Ну, и, конечно же, мы покупаем облигации через специальные финансовые инструменты. Да, не только акции можно покупать через БПИФы, но и облигации. Это тоже очень удобно, потому что слово диверсификация применимо в целом к любому инструменту, который есть в этом портфеле. Вообще основа портфеля начинающего инвестора – это низкий риск. Вот, например, в моем портфеле облигации достаточно большую долю занимают. Всегда они меньше, чем 50%. То есть вот у меня достаточно низкорискованный портфель. Какое-то время они занимали даже 60% больше. Поэтому в зависимости от ваших приоритетов, в зависимости от ваших оптиц к риску, смотрите на эту тему. Но если вы начинающий, я прям рекомендую вам начинать с низкого риска. Ну и, конечно же, я предлагаю вам избегать высокорискованных инвестиций в долг, потому что вот эти вот микрофинансовые организации, потребительские кооперативы, краудфандинг – это очень агрессивные стратегии. В них, конечно, можно неплохо заработать. Также можно, например, там, вот я знаю, некоторые, кто участвует и дает долги на аукционах. Но это очень высокорискованные стратегии. Нужно понимать, что тогда нужно минимальную сумму в них вкладывать. Ну, например, там не более чем 5 или 10% от вашего совокупного портфеля. Вот такие высокорискованные стратегии. Если вот очень хочется, то это должно быть ограничение какое-то, определенное по портфелю. Итак, идем дальше. А вопросов от вас пока не вижу. Все ли понятно? Да, то есть давайте так, плюсики поставим, что все понятно. Какую-то обратную связь я от вас получу. А то, может быть, вы там уже заснули. Ага, спасибо большое. Итак, товарные активы. Здесь мы с вами говорим о золоте. Почему мы не говорим с вами, например, о нефти или о газе или о каких-то промышленных металлах? Ну, потому что, на самом деле, вложения в них, они уже более высокорискованные и для начинающих инвесторов не очень подходят. А золото – достаточно консервативный актив. Единственное, что он не создает денежного потока, да, в отличие от акций и облигаций, и может использоваться как такой защитный актив в портфеле. Почему золото не создает потока денежного? Потому что золото – это кусок металла, по сути, своей. И самостоятельно оно не создает никакой ценности. По акциям вы получаете дивиденды, да, какие-то. По облигациям вы получаете купон, а здесь денежного потока нет. Вы только можете зарабатывать на росте, если таковой имеется на рынке. Ну, в последнее время золото растет, поэтому, наверное, можно зарабатывать. Серебро и полотенцы – то же самое, но единственное, что они в большей степени используются в производстве. И, конечно же, здесь у вас будет, наверное, большая волатильность, чем по золоту. Итак, пять стратегий инвестирования в золото. У нас с вами есть слитки, да, но это для тех, кто не верит в светлое будущее, вот, и считает, что золотой век – это то, что было у нас уже все позади, дальше только апокалипсис, вот, и уже, наверное, можно даже как-то закупаться гречкой, тушенкой и патронами. Ну, надо сказать честно, что по слиткам ситуация осложняется наличием НДСа. И да, слитки, может быть, для каких-то очень консервативных инвесторов уже никому не верят хороши, но, на мой взгляд, нужно понимать, что все равно, даже если вы никому не доверяете, слитки лучше хранить в банке, потому что если вы их поцарапаете, то потом это потеря стоимости. И, скорее всего, вы не будете выносить слиток из банка и будете хранить его там. То же самое, кстати, касается и монет в части хранения. То есть получается, что вы, когда покупаете золотой слиток или монету, вы еще доплачиваете за хранение, понимаете, да? То есть если, например, в облигациях и акциях вам доплачивают, то здесь доплачиваете вы за то, чтобы этот актив где-то хранился. По слиткам и по монетам есть очень высокие спреды в надежных банках. То есть что такое спред? Вы, наверное, когда приходите покупать валюту, например, в обменник, вы видите разницу между курсом покупки и продажи. Вот на фондовом рынке тоже у нас с вами существует такого рода спреды. И мы с вами, кстати, в прошлый раз говорили о том, зачем нужны брокеры. И как раз-таки говорили о том, что брокеры работают на то, например, те же самые маркет-мейкеры, на то, чтобы спред между покупкой, например, тех же самых биржевых фондов был минимальный. Потому что если спред огромный, ну, вам просто невыгодно работать. То же самое с валютой. Очень часто здесь спред огромный. А слитки и монеты мы покупаем только в надежных банках, а там всегда будут высокие спреды. То есть для вас это нужно тоже понимать. То есть это должно быть очень хороший рост золота для того, чтобы вы зарабатывали. У монет, правда, есть приоритеты. То есть, вернее, хороший плюс уже – у них нет НДС при продаже, в отличие от слитков. По слиткам тоже обещают убрать НДС, но не сейчас, а чуть позже. Мы ждем, может быть, в 2022-2023 году. Это все у нас только в силу. Монеты еще могут быть и памятные, и инвестиционные. Здесь уже в зависимости от ваших желаний. Но я честно могу сказать, я вот ни слитки, ни монеты, ни даже обезличенные металлические счета не открываю. Как-то я больше склонна либо к акциям золотом бывающих компаний, либо, соответственно, вот золотые пифы. Вот как-то вот что касается конкретно золота в виде актива в портфеле, как кусок золота, меня оно не сильно приезжает. Обезличенные металлические счета. Ну, в принципе, очень похоже на такой, знаете, счет в банке. Даже иногда начисляются проценты на остаток по срочным, по этим таким срочным вкладам. Иногда, да, но не всегда. А так, в основном, вы тоже, опять-таки, имеете прирост за счет стоимости золота. Здесь нет НДС при продаже, здесь нет, соответственно, расходов на хранение. Это большой плюс по сравнению с монетами и с лифтами. И еще очень важный момент для себя отмечать, что такие счета металлические, это все равно считается, значит, инвестиция не, то есть сделанная не в рамках депозитов и вкладов, и не подпадает под систему страхования вкладов. Поэтому это счет металлический, вроде бы как условный металлический вклад, но в систему страхования вкладов он не входит, поэтому вам нужно это понимать. И поэтому только такие счета мы открываем в надежных банках, да. Опять-таки, там будут высокие спреды. Вот все три первых стратегии, по ним вот есть такие минусы, единый прямо высокий спред в надежных банках. Акции золотобывающих компаний. Где здесь у нас с вами, какой здесь есть плюс? Здесь, с одной стороны, мы начинаем получать что-то. У нас есть какой-то денежный поток, у нас есть дивиденды, да. Но, с другой стороны, у нас нет прямой корреляции между ценами на золото и акциями. Акции золотобывающих компаний не равно вложениям в золото. Акции могут быть более волатильными. Например, золото может дорожать, акции могут дешеветь. То есть, связано это с тем, что у компании там есть, например, какие-то другие показатели, которые влияют на ее стоимость. Поэтому это не одно и то же, надо для себя понимать. Но золотые пифы – это фонды, которые инвестируют либо в компании золотобывающей, либо конкретно в золото. Здесь есть несколько вариантов. На нашем рынке, которые собирают только акции золотобывающих компаний, таких, конечно, фондов нет. На зарубежных фондах такие есть. Итак, давайте вот резюмируем по золоту. Хороший защитный актив. Что касается его примерной части в вашем портфеле, желательно, чтобы он не превышал больше, чем 10, даже если вы суперконсервативный, 20%. В противном случае вы сидите просто в защите и не дозарабатываете. Это надо для себя понимать. Поэтому 10, максимум 20% в какие-то плохие времена – это то, что было бы целесообразно держать в таких интернетах, как золото. Итак, двигаемся с вами дальше. Дальше у нас с вами идет тема недвижимости. Мы не можем обойти стороной такой кусок, как недвижимость, потому что это достаточно хорошее вложение, консервативное, приносящее доход. У нас здесь с вами два вида дохода. Доход от сдачи в аренду и доход от разницы между ценой покупки и продажи, то есть от роста стоимости. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, кто из вас вкладывается в недвижимость. Кто из вас вкладывается в недвижимость? Напишите мне, кто-то есть, кого прельщают такие вложения. Значит, здесь у нас есть несколько вариантов. Давайте посмотрим. У нас есть как вложение в завершенный или строящийся объект недвижимости с инвестиционным потенциалом, соответственно, либо как услуга, оказанная самому себе, имеющая к тому же подражанию. Кстати, если вы купили квартиру самому себе, то считайте, что вы оказали услугу самому себе. Да, формально в рамках методологии расчета внутреннего валового продукта это не входит в его состав, не является его составляющей. Но по факту, если вот так вот говорить, даже квартира, купленная для себя, это уже определенного рода инвестиция, я бы сказала. Потому что она имеет тенденцию к удорожанию, жилье имеет тенденцию к удорожанию. Не только потому, что у нас есть какие-то госпрограммы, связанные с более доступной ипотекой, ну и просто потому, что у нас есть, ну, с исключением сейчас на России, может быть, последние несколько лет у нас реальные доходы снижаются, но в целом в странах реальные доходы граждан растут, да, в других странах в развитии. И, соответственно, тенденция к увеличению существует именно за счет того, что люди хотят жить в более хороших условиях. И из-за этого недвижимость дорожает. То есть недвижимость – это такая вот двойная инвестиция, она связана и с услугой, и с наличием какого-то актива. Это очень важный момент, потому что на него мало кто обращает внимания. Я вот ваше внимание обращаю. Итак, я тоже, на самом деле, к недвижимости отношусь очень хорошо. У меня есть и жилая, и нежилая недвижимость. Вот, и считаю, что я как консерватор, я уже говорила, что я достаточно консервативна. Для меня это очень приемлемая инвестиция. Итак, что здесь, какие минусы есть в этой инвестиции? Единственное, что, конечно же, высокий порог входа. Ну, вот я бы говорила, что там от двух, ну, может быть, миллион рублей вы где-то найдете, да, там, это, я имею в виду стоимости, да, без ипотеки, если мы говорим, в регионе, где-то какая-то квартира будет стоить, или там недвижимость, или какие-то помещения коммерческие. Все равно это будет достаточно большая стоимость. То есть это не тысяча рублей, с которой вы можете выйти на фондовый рынок. Мы сегодня будем с вами говорить о фондах биржевых. Так вот там можно купить, там, например, фонд за 130, за 150 рублей, один пай. Да, и вы в этом пае купите все акции Мосбиржи, например. А здесь, ну, как вот, вы так не купите, соответственно. Поэтому, да, высокий порог входа – это минус при покупке недвижимости. Конечно же, отсутствие широкой диверсификации. Ну, представьте себе, что вам тогда нужно купить квартиру, например, в Москве, в Питере, потом еще в Сочи что-нибудь прикупить для диверсификации, потом еще где-нибудь, чтобы все-таки как-то потом коммерческую недвижимость, соответственно, тоже прикупить для диверсификации. Это много, то есть это требует больших вложений, уже очень больших. Ну, и не забывать нужно, что даже покупая квартиру для себя, и, как я говорила, что это на самом деле действительно является инвестицией, только если вы правильно ее покупаете. При покупке недвижимости очень многие не рассчитывают отношение цены к арендной плате. Вот, например, там, в вашем городе, где вы живете, там, в Москве или там в другом городе, например, такая арендная плата не превышает, там, 150 или 170, или, там, например, 130 арендных плат. Вот вам нужно посмотреть, сколько это конкретно для вашего региона, потому что это очень зависит от конкретного региона. Вот, например, в Москве, с моей точки зрения, очень сложно найти квартиру, вот, как у меня здесь, чтобы она не превышала 150 арендных плат, но это прямо вот на данный момент практически невозможно. Раньше было такое правило 100 арендных плат. Это было когда-то 100 арендных плат, это примерно было лет 15-20 назад. Сейчас это уже не работает, потому что все опять-таки растет, из-за этого 150 даже в Москве найти сложно, но если вы покупаете квартиру с стоимостью 200 арендных плат, это гиперпереплата. Уже заранее можно вам говорить об этом. Итак, какая налоговая оптимизация при недвижимости возможна? Вот вы сдаете в аренду, мы же доход получаем от сдачи в аренду в том числе. Здесь можно воспользоваться статусом самозанятого, зарегистрироваться. Даже если вы работаете, например, где-то, вы можете все равно зарегистрироваться с самозанятым, и если у вас не коммерческая, а жилая недвижимость, то вы ее, соответственно, можете сдавать по более низким ставкам. Так вы бы сдавали, например, свою недвижимость за 13% годовых, то есть если мы говорим о официальной сдаче, я надеюсь, что вы именно так сдаёте. А в статусе самозанятого мы можем платить с вами 4% и юрлицам 6%, если мы сдаём. Ну и, конечно, использование налоговых вычетов для увеличения итоговой доходности крайне необходимо. Это и налоговые вычеты при покупке имущества, при продаже имущества, всё, всем этим можно воспользоваться. Да, но я имею в виду, что 150 арендных плат – это равно 150 месячных плат за аренду. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Когда мы говорим, что нужно, когда мы смотрим на цену недвижимости, её обязательно смотреть и сравнивать с ценой аренды этой квартиры на рынке. Это очень важный факт и очень хороший показатель для вас. Старайтесь смотреть на неё разные регионы по-разному, но вот всё-таки ориентируйтесь здесь примерно на сумму 150 арендных плат. Нет, Юлия, по регионам не установлены никакие арендные платы, просто вы можете посмотреть по регионам, какая она средняя и как она изменялась, например, на протяжении последних 5 лет. И максимально выбирать ту квартиру, которая будет приближена к стоимости, там, средней, например, там, год-два назад, если так у вас получится сделать. Потому что если вы покупаете сразу переоценённую квартиру, да, как сейчас очень многие покупают, переоценённые ценные бумаги, то вы, ну, рискуете, я бы сказала, всё-таки с долгосрочной перспективы недополучить ту доходность, которую могли бы получить. То есть при инвестициях в недвижимость это не пирожок горячий, когда вы пошли где-то и купили. Вот была одна из историй, я была в Питере на Новый год, и как бы семья, квартиру просто буквально купила, пошла, значит, куда-то там, значит, магазин, и параллельно продавался дом, и вот они зашли, и, собственно говоря, им предложили в ипотеку купить квартиру. Они вроде бы и хотели, но не стали смотреть другие объекты. Итог какой? Пять лет ипотеки, переплата по квартире изначальная, стоимость квартиры стоит на месте, она не растёт, и даже падает немного, потому что очень большой спрос в конкретном районе. Поэтому вот важный момент – это точечные покупки. Покупка недвижимости, не покупка вам фонда биржевого пая за 150 рублей. Это важный момент, поэтому очень чётко смотрите на то, что вы покупаете. Рынок мониторьте. Пусть это будет покупка не в течение, там, не знаю, месяца, например, там, в течение двух-трёх месяцев. Ваша задача – промониторить рынок, максимально, соответственно, смотреть цены, оценивать арендную плату в регионе и так далее. А можно подробнее по предоцененной ценной бумаге? По какому сроку рассчитывать? Мы с вами тогда поговорим чуть-чуть попозже. Ладно, об этом. Давайте вот такие вопросы большие, мы уже будем оставлять на потом. Я себе запомню. Если что, Анна, напомните, пожалуйста, Анна. Итак, покупка инвестиционных фондов. Это тоже вариант инвестиции в недвижимость. У нас, в принципе, есть такие фонды, биржевые, внебиржевые. Их немного, но это возможно. Единственное, что здесь есть непрозрачность управления всё-таки, ограниченная ликвидность, я бы сказала, по ним. Зарубежных рейтов у нас совсем немного. Вот 30 американских у нас торгуются на Санкт-Петербургской бирже. Можно, конечно, куда-то входить, но, опять-таки, мы понимаем, да, что там вход всё равно будет у вас по цене не такой маленький. Если мы говорим о российских, то там, в принципе, вход начинается от 200 тысяч. Вот, поэтому всё равно это суммы достаточно большие. По рейтам, конечно, будет сумма меньше, потому что это такой аналог БПФ и только по недвижимости. Покупка акций и облигаций девелоперских компаний тоже как вариант инвестиций и недвижимости, но это достаточно высокорискованная инвестиция и недвижимость. Помните, я вам говорила, рейтинг компаний, и как раз-таки девелоперские компании – это одни из самых высокорискованных вложений. И для себя нужно просто чётко ограничить долю таких вложений. В принципе, я не могу говорить, что нужно запретить себе куда-то вкладываться. Да хоть в биткоин вкладывайте, куда угодно можно вложиться. Главное, по высокорискованным активам обязательно вот эту очерчивать долю. То есть на все высокорискованные активы, на все от слова «совсем». То есть если вы хотите купить биткоин, акции девелоперских компаний, вложиться в агрессивные стратегии краудфандинга, то на все эти активы нужно закладывать не более чем 10% своего портфеля. Вот тогда это действительно будет такой чёткий подход и с пониманием того, что если вы что-то теряете, то это будет приличная сумма уже для вас. А если заработаете, то, опять-таки, для вас тоже будет очень неплохая сумма в части заработка. Сейчас читаю ваши вопросы. Прокомментируйте непрофильные активы с точки зрения инвестиций в недвижимость. Не очень поняла, Михаил, вопрос, что имеется в виду непрофильные активы с точки зрения инвестиций в недвижимость. Ну вот, что значит непрофильные? Для кого непрофильные? А про облигации уже был вебинар? Про облигации вебинара отдельного не будет. У нас с вами есть всё вот здесь. Мы с вами про облигации проговорили. Вера, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Михаил, ещё раз уточните, пожалуйста, свой вопрос, а мы с вами переходим к таким инструментам, как деньги. Тут вы можете сказать, слушайте, а зачем мне деньги вообще? Всё я вложу на фондовый рынок, и всё у меня там будет. Пусть зарабатывают, деньги должны работать. Напомните мне, для чего нам нужны деньги, вот как инструмент. Мы с вами об этом говорили на первом занятии, когда говорили о том, какие цели ставить и как они связаны с тем, какие инструменты вы подбираете в свой портфель. Вот скажите мне, деньги, они для каких целей нам подходят? Напишите мне, пожалуйста, в chat. То есть именно деньги для каких целей нам подходят? Средства накопления. Так, ещё варианты. Ещё варианты. То есть покупка с дисконтом не профилит. А, это Михаил пишет. Защитный актив плюс инвестировать в случае просадок. Средства платежа. Сейчас, Михаил, я отвечу на ваш вопрос. Так, ещё варианты по деньгам, пожалуйста. На какие цели мы с вами копим? На какой срок? Давайте срок ограничим. Для покупки и продажи. Ну, понятно, что вы можете какую-то определённую часть кэша держать в портфеле, ну, вдруг какой-то интересный актив будет, да, инвест-идея там та самая идеальная. И вы, соответственно, с этой инвест-идеей куда-то пойдёте. Но я вам уже говорила в прошлый раз, что инвест-идея – это не более чем миф. Это реально не работает. Помните, да, что вы должны быть суперленивым и суперпассивным инвестором с максимальной диверсификацией. Вот это работает точно. А инвест-идеи могут и не работать. Вы можете только просто комиссии брокерам понаплатить, а инвест-идеи работать не будут. До года. Правильно, Сергей, да. У нас деньги нужны как актив на финансовые цели до года. При покупке той же самой машины через 10 месяцев будем копить только на депозитах и накопительных счетах. Да, соответственно. При том, что у нас с вами есть финансовая подушка безопасности, мы тоже с вами будем только на депозитах и накопительных счетах её, соответственно, держать. То есть это всё делается в денежных средствах. Поэтому у нас действительно есть инструменты денежного рынка, так называемого, и они нам нужны, и они у вас в портфеле будут. Это часть вашего портфеля, не нужно об этом забывать. Итак, напомните мне размер финансовой подушки безопасности, который необходим до того, как вы начинаете инвестировать. Об этом говорили, да. Какой размер финансовой подушки должен быть до момента, как вы начали инвестировать? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Итак, у нас с вами есть два выбора такой. Инструменты банка, инструменты брокера. Инструменты банка – это, конечно, вклады и накопительные счета. Ой, смотри. Здесь, как говорится, на ваш выбор. Депозит – это ограниченный срок размещения, чуть более высокая ставка, но, опять же, тоже небольшая. Накопительный счет – это минимальная ставка, и сама ставка зависит от срока размещения. То есть помните, что по накопительным счетам, поскольку это счет, банк может в одностороннем порядке менять ставку. То есть если по депозиту договор заключен у вас, вот повезло вам три года назад заключить договор по хорошим ставкам, и сидите вы с этой ставкой, и все хорошо, и банк не имеет права вам предложить другую ставку. По накопительным счетам это работает иначе. По накопительным счетам банк имеет право в одностороннем порядке изменить такую ставку. Поэтому будьте здесь аккуратны, осторожны, ну и понимайте, если вы еще не умеете копить, да, накопительный счет. Плюс, конечно, очевидно, снятие пополнения без ограничений. По депозиту такого нет. Сняли деньги с депозита раньше, все проценты потеряли. Поэтому умеете копить депозит, не умеете копить, накопительный счет. Итак, ну и плюс, конечно, фондовый рынок, вернее, финансовая подушка безопасности до выхода на фондовый рынок только в таких случаях. Вот мне здесь пишите 6 зарплат, 7 месяцев и так далее. Да, 3-6 месяцев минимум, 12 – это прям вот идеально было бы, да. Инструменты брокера. У нас есть фонды инвестиционные денежного рынка. Это BPF и ETF, и в них тоже можно вкладываться. Там от 1 рубля вложения идут. Поэтому, если, например, у вас на брокерском счете есть деньги, а вы сейчас вот не собираетесь покупать никаких активов, а ждете вот волшебную инвестидею, то, пожалуйста, чтобы не терять там хотя бы 1-2%, 3 там, да, то вы вкладываетесь в эти биржевые фонды и, соответственно, получаете вот такую минимальную сумму доплаты. Это тоже очень удобно. Итак, давайте тогда финализируем наш блог. Я отвечу на вопрос потом Михаила и пойдем дальше уже к биржевым фондам. Итак, финансовые инструменты пассивного инвестора. Какие они? В первую очередь, это защитный блок, финансовая подушка безопасности, 3-6 ежемесячных расходов с учетом платежей по кредитам. То есть вы проверяете, есть ли у вас такая финансовая подушка безопасности, если ее нет, это означает, что ее нужно создать и только потом начинать инвестировать. Если вы уже начали инвестировать, а такой финансовой подушки нет, то, значит, ее нужно необходимо создать и держать в консервативных инструментах, депозитах, накопительных счетах. В противном случае вы можете, опять-таки, потерять денежные средства, потому что у вас акции могут проседать достаточно серьезно облигации, в общем-то, если они у вас долгосрочные, могут быть волатильные. Страхование. Вы проверяете, что у вас застраховано. Если у вас страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности, да, посмотрите тоже на эти сферы, потому что если у вас с имуществом произойдут какие-то проблемы, возможно, финансовые подушки безопасности не хватит на покрытие проблем. А что значит? Вам придется изымать денежные средства с фондового рынка. А что значит? Значит, эту доходность вы не получите, которую планировали. Вы же можете потерять, например, какие денежные средства. Если вы выходите раньше из акций, то что происходит? Вы можете, на самом деле, выходить в тот момент, когда все просело. А это убыток. Убытки никому не нужны. Поэтому, да, эти важные моменты нужно для себя закрыть. Ну и помните, что, может быть, я не знаю, там кто-то из вас есть, кто замужем или женат, кто уже создал семью. Напишите мне, пожалуйста, кто в официальном браке. Есть такие плюсики? Поставьте. Помните, что как только вы начинаете инвестировать, вместе, например, вы находитесь, вы в браке находитесь, то у вас, соответственно, все совместные вот эти инвестиции считаются с момента регистрации брака. То есть представьте себе, что один только, например, вносит денежные средства на ИИС или там на брокерский счет, другой ничего не делал, вы разводитесь, у вас нет брачного контракта, и вот тебе, пожалуйста, вы делите пополам этот инвестиционный индивидуальный счет или пополам делите брокерский счет, и никак иначе. При отсутствии брачного контракта все имущество делится пополам, то есть 50 на 50. Даже если эти денежные средства вносил только один из двух, неважно, делиться будет пополам вся сумма. Поэтому для себя это оговорите заранее со своей второй половиной. По поводу завещания. Ну, вы сейчас скажете, что, наверное, надо заставлять завещание, но на самом деле это тоже полезный момент, по крайней мере, написать, где находятся ваши ценные бумаги, где они хранятся, потому что очень часто родственники остаются ни с чем, потому что не понимают, где вообще что есть, если какие-то ценные бумаги какие-то, да, и на что можно претендовать. И если еще, не дай бог, это иждивенцы, то есть те, кто не достиг совершеннолетия, то они остаются вообще без средств существования, а это уже вопрос ответственности. Мне кажется, что любой взрослый, у кого есть те люди, которые от него зависят, обязан составить завещание. Ну, по крайней мере, у меня такое завещание есть. Итак, инвестиционный блок – это вторая часть структуры финансовых инструментов пассивного инвестора, то есть с первой частью мы разобрались сами, да, то есть с первой частью очень важная. Вторая часть – это уже сам инвестиционный портфель. Здесь мы помним, что у нас есть депозиты, инструменты денежного рынка для финансовых целей до одного года, у нас есть облигации надежных эмитентов, несубординированные, неконвертируемые сроком погашения до вашей финансовой цели, акции надежных эмитентов, регулярно выплачивающие дивиденды, и у нас с вами есть вложения в биржевые фонды. Ну и, конечно же, основа портфеля – это низкий риск. То есть эмитенты с высокой надежностью, с высоким рейтингом и максимальным, минимальным риском, как говорится. Помним, что на агрессивные стратегии не более чем 10%. Итак, мы с вами закончили первый блок. По первому блоку какие-то вопросы есть, кроме тех вопросов, которые задал Михаил. Михаил задает вопрос по поводу непрофильных активов банка для инвестиций в недвижимость. Иногда, действительно, когда банки выкладывают на витрину это, в основном, конечно, так называемые ипотечные квартиры, которые были в результате непогашения изъяты. Но они есть, конечно, на витринах многих банков. Вы можете всегда посмотреть. Цены будут разные, не всегда они будут самые привлекательные. Договариваться о снижении цен сложно, но это тоже возможно. Опять-таки, более того, есть еще, помимо банков, есть так называемые аукционы судебных приставов. Там тоже продают многие жилье и нежилье. Тоже можно в них участвовать. И вот там уже цены, кстати, могут быть гораздо более интересными. Но это надо уметь отслеживать, понимать, да, как вы будете с этим работать. То есть это все уже такой, я бы сказала, определенного рода навык. И специфика вот этой вот части, когда вы специализируетесь на покупку непрофильных активов. Так, облигации надежных имитентов. Где посмотреть? Мы с вами на слайде про облигации. Вы можете вернуться в презентацию и ее еще раз переслушать на будущее. Там есть две ссылки. Это RaiExpert и Rusbonds. Вы можете использовать обе ссылки, чтобы посмотреть на рейтинги надежных имитентов. Так, мы переходим к биржевым фондам. Когда я вас спрашивала о том, есть ли у вас биржевые фонды в портфеле, вы мне написали, что да, у кого-то есть. Итак, давайте разберемся с тем, что такое биржевой фонд. Вообще, что хотелось бы начинающему инвестору? Откуда вообще взялись такие фонды? Нам хотелось бы минимальный порог входа. Ну, то есть, чтобы можно было выйти на рынок, не знаю, на тысячу рублей купить сразу несколько акций, да, или облигаций. С другой стороны, хотелось бы готовый инвестиционный продукт широкой диверсификации. Ну, вот у вас у всех, например, там, ну, не у всех там, ну, у всех будет абсолютно точно семья, да, работа, увлечение, еще что-то. И вот нужно еще инвестированием заниматься. А когда это все? Как нужно еще уметь фундаментальный анализ компании сделать, разобраться в них? Это достаточно большой, объемный материал, который надо уметь еще прочитать, проанализировать и вообще понимать, что там написано. Даже если вы читаете аналитику, ее тоже надо уметь понимать. Поэтому здесь вот как раз-таки большой плюс – это наличие вот таких вот фондов у нас на рынке. Конечно, мы хотим, чтобы это был ликвидный инструмент. Помните, я говорила в первом блоке про маркет-мейкеров? И также мы с вами подробно обсуждали тему маркет-мейкеров в первый раз, когда говорили о трех шагах начинающего инвестора. Так вот, маркет-мейкеры помогают сделать такого рода инструменты ликвидными на рынке. Все они делают так, что спреды на эти инструменты будут минимальны у покупки и продажи. Поэтому вы, в принципе, можете их достаточно быстро покупать и продавать. При этом, при всем, не сильно, без каких бы то ни было потерь. Конечно, этого делать лучше не надо. Я еще в прошлый раз сказала, что в моем портфеле я только докупаю инструменты. Я ничего не продаю. Я объясняла это и всегда обосновывала это статистикой, что нет смысла ничего продавать, вы не угадаете покупку, соответственно. Поэтому ваша задача – только покупать. Просто нет смысла продавать что-то. Это крайне редкие продажи могут быть, я бы сказала, такое исключение из правил. Но в целом стратегия покупки, да, и купить, и держать бумаги, соответственно. Это стратегия, которая нам позволяет заработать, скажем так, стабильный доход. Также низкие комиссии мы хотим. Ну, то есть представьте себе, вам нужно собрать, например, индекс Мосбиржи. Там порядка 50 компаний. Он варьируется, но в любом случае. И вам нужно все эти акции купить. Каждый раз при покупке акции платить комиссию брокеру, да, соответственно. Еще плюс надо поддерживать же этот индекс сам по себе. Вы же так его не сможете поддерживать, что мы в таком же соотношении. Это все достаточно, но он на вас будет накладывать большие расходы. Кстати, не забывайте, что комиссия – это достаточно существенный расход. Мы просто его не учитываем, мы его не видим как бы. Это важно. Не только налоги, но и комиссии брокеров тоже надо рассматривать. Поэтому чем меньше комиссии вы платите, когда вы продаете, покупаете, вы все заплатите комиссии, тем лучше. Поэтому чем меньше продаж, тем, соответственно, меньше комиссии вы заплатили. Итак, ну и, конечно, возможность дополнения и покупки еще дополнительных лотов. То есть вы купили на 1000 рублей на этой неделе, на 1000 рублей на следующей неделе, и так вы докупаете постепенно. Это очень удобно, когда вы можете просто регулярно сделать какой-то день в неделю, днем инвестирования. Не знаю, какой вам день нравится, четверг, например. Пусть у вас будет четверг, день инвестирования. Каждый четверг вы на тысячу рублей покупаете себе какие-то биржевые и плейные инвестиционные фонды. Очень неплохо, да? Это тоже такой шоппинг, да? Только теперь вы переходите из шоппинга магазина, где вы покупаете кучу ненужного барахла. Шоппинг на инвестиционном рынке, на фондовом рынке. Итак, пропустили первый блог, потом где можно послушать. Так, смотрите, уже были ссылки. Олеся, по-моему, их присылала. Олеся, выложите, пожалуйста, эти ссылки во вкладку «Вопросы», чтобы они тоже здесь были и люди могли посмотреть. Итак, двигаемся дальше. Поэтому все это, вот на все это один ответ. Биржевой инвестиционный и паевой фонд. Итак, двигаемся. Смотрим, что это такое. Еще раз внимательно. Вот у вас есть, давайте я такую аналогию проведу. Вот есть, например, там вам нужно приготовить борщ или вам нужно испечь пирог. Вот у вас там есть куча ингредиентов. Морковка, свекла. Это все можно пойти закупить на рынке. Или можно пойти в магазин и купить муку, яйца, ванильный сахар. Что вам еще нужно? Порицу там, яблочки, шарлотку, соответственно, порезать. И все это ингредиенты. Но вы можете прийти в магазин и сказать, а можно мне кусочек пирога? А в нем уже есть все эти ингредиенты. Или, например, а можно мне порцию борща? В нем уже есть все эти ингредиенты. Вот по этому же принципу действует биржевой фонд. У вас в этом фонде уже созданы все эти ингредиенты. Вам не нужно думать. Идеальное сочетание индекса московской биржи. Что это? За этим уже следит брокер. Да, он берет за это свою небольшую комиссию. Но в любом случае это не ваша забота и не ваша задача. Значит, мы на примере ВТБ и индекс Мосбиржи разберем. На самом деле они есть не только в ВТБ. Есть также у нас и Финекс на рынке, и Сбербанк, Альфа-Банк. Они все тоже делают свои биржевые и паевые инвестиционные фонды. Вы можете выбрать любой. Одно из следующих слайдов я вам покажу карту ETF и скажу, где нужно смотреть такие фонды, где можно более наглядно с ними ознакомиться. Итак, вот представьте себе, что вам не нужно уже тогда будет выбирать, какую акцию уложиться, потому что уже, значит, брокер сделал для вас биржевой фонд, в котором собраны, соответственно, все акции Мосбиржи. Более того, в том соотношении, в котором они есть в индексе Мосбиржи. То есть вам не нужно думать, что энергетика занимает 38%. За вас думает брокер. Вы не должны поддерживать это соотношение в вашем портфеле, потому что это очень накладно и, соответственно, занимает, помимо того, что время, так еще и кучу денег. И покупайте в этот фонд, вот если я не ошибаюсь, он, по-моему, тогда, когда делали эту презентацию, наверное, месяца 3-4 назад, он стоил 115 или там 120 рублей. Ну, то есть, может быть, сейчас чуть-чуть подороже, потому что в целом рынки растут. Поэтому нужно для себя понимать, то есть вот он на бирже столько стоил, то есть нужно для себя понимать, что вы за небольшую сумму, там, условно, за 100 рублей покупаете сразу в этом кусочке пирога все ингредиенты, все 50 акций. Вам не нужно ничего больше делать. Это понятно? Сейчас скажите мне, что вот это все понятно. Это очень важный нюанс по поводу фонда. Ну, и вообще, конечно, основным апологетом всех этих фондов является Джон Богал. У него даже есть известная книга на эту тему. Можете писать, кому интересно. Поэтому вот это, что касается биржевых фондов. Давайте посмотрим, в чем разница между BPF и ETF. Очень многие спекулируют на тему, что вот ETF по иностранному законодательству, они более надежные. У них есть независимый, соответственно, custodian, есть все-таки погрешность более низко следования индексу. Да, это все есть, но только с точки зрения начинающего инвестора и с моей личной точки зрения. Это, конечно, плюс, что у вас как погрешность следования индексу будет ниже, но не такое большое, чтобы отказываться от покупки BPF. Плюс в ряде BPF, которые мы будем с вами в следующий раз в том числе разбирать, есть так называемая оптимизация налогообложения, заложенная уже. И, например, по американским акциям будет в какие-то инструменты вложиться, например, через BPF гораздо выгоднее на российском рынке через ETF. Я это все буду рассказывать в следующий раз. Итак, давайте посмотрим на ликвидность. Ликвидность у обоих инструментов, она хорошая. Все есть от одного рубля. Управляющая компания, конечно, будет отличаться российская и иностранная. Погрешность следования индексу вы видите разницу, соответственно, она существенная, но в целом, я бы сказала, наверное, не такая драматичная, как можно было подумать. Все-таки это не 20%. Кастодия. Да, действительно, в BPF это, как обычно, правило, как правило, аффилированное лицо. В ETF это независимая будет компания. Обеспечение ликвидности тоже вот те самые маркетмейкеры. Обычно у ETF это независимые провайдеры, у BPF это аффилированные лица. Ну и когда мы говорим о комиссии, комиссии примерно одинаковые, да, в целом. Поэтому выбирать можно любой фонд. Более того, если мы говорим о правах на налоговые льготы, например, льгота владения трехлетнего, да, то вы можете на самом деле все, если вы покупаете ETF на российском рынке, то, соответственно, если он обращается на российском рынке, то в данном случае льгота будет работать. Если вы покупаете ETF через иностранного брокера на американском фонду, такая льгота работать не будет, да. Поэтому что BPF, что ETF с точки зрения налоговой льготы, значения не имеет, если они котируются на российский фонд. Итак, карта ETF, обещанная вам. У нас есть много управляющих компаний, которые делают такого рода BPF. Вы можете выбрать, посмотреть, что вам ближе, что лучше. Что здесь удобно? Вот вы, например, сидите и смотрите, как бы мне сформировать свой портфель. Вот у меня есть там 10 тысяч рублей. Хочу я, например, чтобы у меня там были и облигации, и акции, соответственно. А вот я еще хочу, чтобы были акции, соответственно, и китайские. И, значит, я хочу, чтобы были акции развивающихся стран, и, например, акции американские. И вот вы себе берете и выбираете по конкретным, соответственно, например, там направлениям. Вот США, видите, у нас с вами все компании по акциям. Там аж 4 есть выбора, да, из 4 BPF, ETF, и биржевых фондов. По России вообще их гораздо больше. Это минимум 8, а то и больше будет у вас биржевых фондов. Посмотрите, у вас есть прекрасные, у вас даже есть биржевые фонды на еврооблигации. Я уже не говорю о том, что у вас есть смешанные биржевые фонды. Видите, где все будет, и облигации, и акции золота сразу. То есть вы можете не думать о том, какую конкретную облигацию, акцию купить, а начать инвестировать с биржевых фондов. Кстати, когда мы говорим о уже сформированном рынке американском, как раз на американском рынке большинство инвесторов, они инвестируют именно в биржевые фонды, и никак они не инвестируют в отдельные акции и облигации. Никто этим не занимается выбором, ну, в качестве какого-то исключения в портфеле, но не правило. То есть правило – это биржевые фонды, которые у них есть на индексы широкого рынка. Итак, в общем-то, если есть какие-то вопросы по этой части, давайте я на них отвечу. Если нет, мы с вами скоро будем завершать, и я буду отвечать на другие ваши вопросы, которые у вас есть. Да, вот у нас есть вопрос был от Михаила по непрофильным активам для инвестиций в недвижимость, я на него ответила. Также у нас был, Анна, от вас вопрос, да, а можно подробнее про переоцененные ценные бумаги, по какому сроку рассчитывать? Ну, вообще, когда мы говорим про переоцененные ценные бумаги, то, наверное, мы можем говорить слово «переоцененные» как ценные бумаги, так и недвижимость с точки зрения их фундаментальной стоимости. То есть когда мы смотрим на стоимость компании, понимаем, что для того, чтобы нам отбить эту стоимость, те вложения, которые мы сейчас делаем, мы должны получать были бы дивиденды достаточно долго. Но сейчас это так называемые акции роста, например. Есть акции стоимости и акции роста. Если кому интересно, читайте подробнее разумные инвесторы Бенджамена Грэма. То, когда мы говорим о переоцененных акциях, вот в основном все акции роста, а сейчас большинство таких, особенно IT-компаний, это все переоцененные акции. Это так называемые акции роста. То есть получается, что мы в большей степени оцениваем не акцию компании на данный момент, сколько стоит по компании, не фундаментальный анализ компании берем во внимание, а берем во внимание будущее компании, и мы надеемся, что это будущее будет безоблачным, как говорится, хорошим и принесет нам доход, что эти акции падать не будут. Не всегда это оправдывается. Да, действительно, на протяжении последних где-то лет 30 фондовый рынок непрестанно у нас рос, и мы, в принципе, как я уже говорила в рамках небольшого погружения в макроэкономику, говорили, что если бы мы верили в то, что у нас все будет плохо, наверное, мы бы вообще не инвестировали. Но надо понимать, что такой взрывной рост, который есть сейчас по ряду акций, он, конечно же, не будет продолжаться. То есть в среднем по портфелю у вас будет снижаться доходность, и, скорее всего, такой большой рост, который был за последние 30 лет, наблюдаться не будет. Но это в моем понимании, с учетом каких-то других больших макроэкономических трендов. Плюс еще к тому же у вас есть понятие смещения циклов. То есть у вас, например, есть большие цикли экономические, о которых мы в прошлый раз говорили, их очень много разных циклов, и по этим циклам у вас может так называемый центр финансовый смещаться. Сейчас у нас центр финансовый в Соединенных Штатах. По прогнозам он должен сместиться, соответственно, в Азию, куда конкретно непонятно, и сместится ли он, и когда это произойдет. То есть очень часто при смещении этого центра меняется конфигурация на рынке. И поэтому то, что у нас очень сильно росло, может очень сильно упасть. Мы об этом тоже не знаем, поэтому это непредсказуемый момент. Если кто-то вам скажет, что он знает, куда пойдет рынок, он знает потрясающие инвестидеи, ну, скорее всего, не верьте этому. Итак, значит, подскажите, пожалуйста, трехлетняя льгота на владение ЦБ осталась в 2021 году? Да, она осталась, она существует. Мы подробно будем разбираться в ней в следующий раз. Вы ссылки на презентации по всему курсу можете сделать для участников? Михаил, их сделают организаторы. Мы не можем... ну, то есть я не могу сейчас эти ссылки сделать, у меня нет их, да, с под рукой. Поэтому сделают организаторы. На какой инструмент стоит обратить внимание, если она есть основная часть накоплений в евро? Их уже слишком много, чтобы они лежали в ящике, но недостаточно, чтобы депозиты давали хоть что-то ощутимое. Но в евро на самом деле есть инструменты, например, корпоративные облигации. Есть американские в евро, точно, если у вас прямо основная часть накопления в евро. Но вообще инструментов в евро не так много. Даже вот еврооблигации, у нас рубли и доллары идут, например, у ВТБ. Там, может быть, у кого-то из других, я просто больше знаю, преживые фонды ВТБ. Может быть, у кого-то из других имитентов есть евровые тоже вложения. Но это не очень популярная, скажем так, валюта. Если мы вообще говорим о накоплениях, то, конечно, в идеале, как мы помним, делить все-таки нашу валютную корзину на несколько частей. Конечно же, это у нас евро, доллар и частично небольшую сумму мы можем себе позволить все-таки покупать в рублях. Это возможно. Не вижу здесь, на самом деле, какой-то большой проблемы. Кстати, ну, как минимум, финансовая подушка безопасности у вас в рублях. Ну, остальное, может быть, в долларах и евро пополам. Поэтому, ну, в любом случае, не все в евро. Поэтому посмотрите, на рынке есть инструменты. Вот это вот карта ETF. Это rusetfs.com. Прямо заходите, там есть такое понятие, как карта ETF. Посмотрите ее лучше с компьютера, она большая. Вы будете проваливаться в каждый, соответственно, биржевой фонд, и сможете найти то, что приемлемо для вас в целом при инвестировании уже с учетом накопления в евро. Итак, еще какие-то вопросы у нас с вами есть? Давайте жду. Ну, известная такая фраза, Киосаки, что дело не в том, сколько вы зарабатываете, сколько вы, важно, сколько вы сохраняете, насколько эффективно деньги работают на вас. Кстати, когда мы говорим о сложном проценте, о котором мы в том числе говорили в первый раз, очень важно для себя понимать, что в инвестировании сложный процент также работает на вас. Вот представьте себе, что вы вложились в какие-то акции и облигации. По ним есть купон, и по ним есть, соответственно, дивиденды. Вот если вы не изымаете эти дивиденды и купон, то, соответственно, вы их реинвестируете обратно на свой брокерский счет, то тем самым вы увеличиваете общую сумму вложений ваших. И это и есть механизм сложного процента. И с каждым годом он будет работать больше и больше на вас. Это очень важный момент, который вам нужно для себя понимать. Поэтому, да, мы понимаем, что в инвестировании мы точно так же, как в сбережениях, получаем доход очень хороший, но на длинных горизонтах. То есть надо уметь долгосрочно планировать, скажем так, чтобы это все у вас давало уже определенного рода доход без особых рисков. Когда мы говорим не то, что там бежать, бегом заработать биткоин, а именно когда мы говорим о такой стабильной доходности, ежегодной, при этом за счет сложных процентов, мы будем ее наращивать. Есть ли вероятность, что Америка аннулирует все доллары вне своей страны? Ирина, у меня такой информации нет. Вот, и я поэтому оценить такую вероятность не могу, но думаю, что она минимальна. Вот, поэтому у нас целая мировая экономика долларизирована. Вот, хотя в свое время, наверное, после Второй мировой войны у Сталина была возможность рубилизировать ее, да, но вот видите, тогда мы не очень понимали, в этой финансовой сфере, может быть, не была сильно развита эта тема, и в свое время там даже Европу, не говоря уже о мире, конечно, не рубилизировали. Поэтому сейчас пока у нас долларизирована экономика, и вероятность этого, скорее всего, не ста. Но, опять, я не являюсь экспертом в этой части, поэтому комментарии, наверное, давать такие вот прямо обоснованные не смогу. Это только, честно говоря, частное, личное мнение. Коллеги, давайте еще вопросы, и мы тогда будем завершать. У нас уже, получается, совокупно час чистого вебинара. Еще 15 минут у вас там было подключение и ожидание. Достаточно много времени. Я вас все равно благодарю за внимание. Надеюсь, что было полезно. Что-то еще интересное мы с вами узнаем в следующей, третьей части. Я напомню, да, и там будет про налоги и про оптимизацию налогов. И потом уже мы отдельно будем с вами разбирать принципы тоже отдельно с того, как собрать свой портфель. Я думаю, что на эту тему будем делать отдельный вебинар. Посмотрим, какие портфели бывают, соответственно, для кого какой портфель подходит больше, прямо с конкретными сочетаниями. Поэтому думаю, что будет интересно. Так, если выплачивать ипотеку 5 лет, имеет ли смысл инвестирование или лучше досрочное погашение? Хороший вопрос. Гасить кредит или копить? Все зависит от того, какая у вас ставка по ипотеке. Если по ипотеке у вас 6%, она там семейная, условно, да, то, наверное, нет смысла ее гасить, потому что ставка достаточно низкая. Поэтому при всем с большой долей вероятностью вы на фондовом рынке заработаете гораздо больше. Поэтому, да, и смысл параллельно инвестировать. Если у вас ставка очень высокая по ипотеке, такое тоже возможно, если, например, ипотека была взята давно, то, конечно, есть смысл выгашивать ипотеку. Все зависит от ставки. Поэтому, да, ориентируйтесь именно на это. Так, что такое аллокация? Аллокация расходов, ну, например, у вас есть портфель. Мы, кстати, вот как раз и будем в одном из вебинаров, но это уже будет, видимо, не скоро, чуть попозже, разбирать вообще сам портфель и как оценить доходность портфеля. Очень часто мы не оцениваем расходы, да, то есть не аллокируем расходы на портфель. Мы там посмотрели, что у нас акции выросли на какое-то величину, и все. Но мы не посмотрели ни наши, соответственно, косты по налогам, ни, каким образом, не аллокировали расходы, которые были по сделкам с брокером, да, то есть комиссии брокера не учили. Ну, вот, собственно говоря, после этого мы не можем понять, какую реальную доходность мы имеем. Это очень важный момент. Мы можем примерно прикинуть, какая доходность есть условная по росту бумаг, примерно, да, но при этом без учета налогов и без учета, соответственно, костов брокера. А когда мы аллокацию такую проводим, то мы уже начинаем видеть реальную доходность. Так что вот, наверное, если пояснила, то, надеюсь, понятно было, да. Так, друзья, еще вопросы есть какие-то, созрели, или уже будем с вами прощаться тогда и увидимся в следующий раз. Пишите свои, вернее, готовьте вопросы в следующий раз, они все равно у вас будут. Я не помню, когда у нас с вами следующий вебинар, если честно. Если кто-то помнит, или там Анастасия на линии, мой помощник, то можно написать. Может быть, я сейчас даже посмотрю. Вот, и тему тоже, я, честно говоря, не очень помню, какая у нас будет следующая с вами тема. Вот, много вебинаров. А, вот я нашла. Как раз мы будем говорить с вами про налоги. И это будет 17 марта. Поэтому 17 марта жду вас и поговорим про оптимизацию налогообложений, в том числе в части дивидендов. Это очень интересно, да. Еще раз будем говорить про БПИФ. Я вас благодарю за ваше внимание и до новых встреч. Продолжение следует...